всем привет вы забрели на канал crazy workshop вот и закончился мой длительный утомительный ремонт мастерской местами пришлось переделать сантехнику я имею ввиду трассы полипропиленовых труб и осталось очень много различных запчастей пуски труб тройнички уголки и так далее и так далее решил изготовить из них несколько полезных самоделок которые вам могут пригодиться первая самоделка я думаю понадобится тем мастерам у которых с места в мастерской достаточно мало и она поможет вам организовать рабочее пространство чуть более комфортно значит для этого понадобится труба двадцатка я брал самую простую который только было несколько тройничков несколько углов под 90 градусов и заглушки на видео это не заглушки это они резьбовые гайки такие полипропиленовые они мне показались более симпатичными конструкция достаточно простая нужно сделать своеобразную стойку как показано на видео и просверлить в этой стоечке несколько отверстий я взял количество отверток сложил их на столе посмотрел диаметр и насверлил такое же количество отверстий соответственно по количеству имеющихся у меня отверток очень удобно получилось складывать их такая стоечка удобно допустим для тех кто осуществляет паяльные работы там еще что то не надо никуда тянуться поставил на столе перенес туда-сюда эту стоечку я решил покрасить в черный цвет из того что получилось смотрите дальше а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Следующая самоделка из сантехнической трубы 32 мм в диаметре У нас обычно 50-ка продавалась, но я что-то наткнулся тогда на 32-ю, думал пригодится В итоге она так никуда и не пригодилась Значит, из нее мы будем делать органайзер Настенный, пристенный, подстенный, подстольный и так далее Для хранения плоскогубцев, пассатижек, кому как нравится Кусачек, съемников для стопорных колец Просто ключей разводных там, ну и так далее Значит, что нужно сделать? Отрезать кусочки по 10 сантиметров Потом их распилить пополам под углом 45 градусов И скрепить это все хозяйство на фанерке, как показано на видео Такой незатейливый, простой, значит, органайзер Вот я закрепил на верстаке На обычные саморезы Я думаю, он пригодится тем, кто любит, когда инструмент Находится всегда под рукой Можно его всегда, грубо говоря, достать сразу Вот на видео я демонстративно, значит, сложил То, что у меня было Также можно этот органайзер использовать для хранения струбцин Например, нам нужны струбцинки какие-то Я эту вещь оставлю Да, у меня на стенде все это место есть, но такая штучка тоже пригодится Следующая самоделка нужна для того, чтобы клей Ну, в моем случае, вот я использую клей Титан И клей Момент для конструкции, которая, ну, фигню всякую там Потому что клей Момент, Столлер, честно говоря, мне не нравится Он ВД, по-моему, или ВБ как-то 2 Но не очень хороший А Титан нормальный клей И вот я, значит, чтобы эти клеи были всегда под рукой Решил сделать такую стойку, которая в перфопанели крепится Значит, для этого у меня остался кусочек воздуховода Ну, тоже ПВХ Я распилил его пополам И сделал фанерное основание и закрепил этот кусок Тут вообще комментировать как бы нечего Тут и так все понятно Единственное, что я хотел бы обратить внимание По поводу перфопанелей Я отказался от французских планок по одной простой причине Дело в том, что французские планки занимают очень много места И очень требовательные Как бы Ну, в какой части требовательные? К пространству Плюс ко всему Несмотря на мобильность перемещения всех устройств На них Она не настолько Как бы Не настолько Обширная, что ли Это вот пространство использования А эти перфопанели Как вот я в видео апгрейдил мастерской Значит, вот по ссылочке будет доступна Подсказка Приобрел вообще, можно сказать, по дешевке По 500 рублей за штуку И в качестве крепежных элементов Я использовал обычные заклепки Для заклепочника Следующая самоделка Не для мастерской Но она тоже, я думаю, кому-нибудь пригодится Значит, будем делать сушилку Для батареи Переносную сушилку для батареи Значит, я не стал утомлять вас Процессом сварки этих полипропиленовых труб Но Результат мне понравился Потому что Иногда бывает так, что В моем случае Мы сушим одежду На такой вот раскладной сушилке Там металлической Которая не имеет доступа к радиатору Если только подвинуть ее поближе А в этом случае Накидывается эта сушилка На непосредственно радиатор отопления И мы получаем теплый, горячий воздух Непосредственно рядом с промокшими вещами Я думаю, она нам очень пригодится в зимний период Когда после зимы Там нужно будет высушить срочно куртку Или варежки Или там перчатки Шапку Шарфики Штанишки Ну, кому что И значит Навесили И быстренько высушили Вещь как бы не новая Но Остатки остались Надо было куда-то их взять Вот Прикольная штука получилась Субтитры создавал DimaTorzok Для следующей самоотделки Также понадобятся обрезки полипропиленовых труб Несколько тройничков И несколько уголков под 90 градусов Это конструкция проще паренной репы Необходима для того, чтобы был порядок мастерской Каким образом? То есть вот такая стоечка получилась Значит И на нее накидывается полиэтиленовый мешок Также вообще на подразмер зеленого мешка Который широко распространен Вот у нас Значит в строительных магазинах Есть он Очень часто Очень дешевый Значит Накидывается мешок Закрепляется Туда скидываешь Пока работаешь Значит Всякий хлам Значит Отходы Древесины там складываться не будут Я их в другое место вожу Но вот бывает такое, что где-то куски полиэтилена Там Обрезки проводов Какие-то вот пластмассовые там вещи Или Такие вещи, которые вот С древесиной не хотелось бы смешивать Значит Вот сюда вот буду складывать Кстати Такой микро лайфхак Чтобы мешок не падал Можно использовать клипсы Для труб Настенные И они очень плотно держат Ну они достаточно плотно Прижимают мешок Вон Эти клипсы В принципе без проблем убираются Если аккуратно пользоваться То даже полиэтиленовый мешок Можно И не повредить Я сразу критикам Да Можно купить там Контейнер Туда-сюда Как бы И мешок внутрь положить Все можно И всему из замены И всему из альтернативного магазина Но давайте будем исходить из того Что вот После каждой строки Как она ориентирована На домашних умельцев В большей степени Много остается Различного рода Стройматериалов Которых Ну не сдашь магазин Либо сроки Пропущены уже Сдачи И вот из этих материалов Я собственно говоря Изготовил Кстати Возможности применения ПВХ труб очень обширны Вот например на этом фрагменте показано Как можно изготовить перегородку Для того чтобы Маленькие жители дома Не падали Ну не заходили на лестницу Такие перегородки продаются в магазинах Да По-моему в Икеа Если я не ошибаюсь Конечно могу наврать Она стоит четыре с половиной тысячи Здесь это стоит Ну сколько там Двести рублей Ну и плюс немножко поработать надо А так ребята Всем спасибо за внимание Понравилось видео Можно лайк поставить А значит Если подпишетесь Вообще респект и уважуха Всем пока